Если б рэвчик был, было бы круче. За 11-й годы без правильного плавания я проплыл в марафон. Меня это так смотивировало, что на следующее утро я просто взял и пробежал марафон. За 5 часов ровно. И он получит велосипед под торжественные фанфары. Дорогие друзья, сегодня второй блок участников на мотивацию от Андрея Анистрад. Сегодня вам опять надо проголосовать за одного из участников. Тот человек, который наберет максимальное количество ваших отметок с хэштегом, с номером, выйдет в финал нашего конкурса. Победителем станет один из трех участников нашего конкурса, которого выберу я. А финалистов выбираете вы. Финалиста выбираете вы, победителя выбираю я. По-моему, честно. Победитель получает велосипед. Привет, Андрей. Ничего себе капельница. Меня зовут Алексей, мне 36 лет. Я хочу рассказать, что именно замотивировало меня бегать после твоих видео. Я как-то следил за твоим каналом, но особо не обращал внимания. Ну так себе. К тому же я занимался немного спортом и очень редко бегал. Но именно видео, где я посмотрел видео с Юлией Тимошенко. Юлия Володимирна фантазует, фантазует. Насправдя я сказал, давайте пробежим 12, чтобы это был персонал-бест. Которая пробежала с тобой 12 километров. Вот она. Сказала, что у них пульс даже лучше, чем у некоторых 30-летних мужиков. Заставила меня задуматься. Потому что я ненавижу политиков. Я их всех не люблю. Ненавижу. Но какие бы политики ни были, это прежде всего люди. И они ухаживают за своим здоровьем. Именно видео с Юлией Тимошенко замотивировало меня. Двинусь вперед. Бегать больше. Заниматься спортом чаще. После этого видео я начал бегать по 7-8 километров. Потом 10-12. Если бы не вот эта ерунда. Я подхватил какой-то вирус. Я сейчас вообще не могу бегать и спортом заниматься. Как сказал Дима Булатов. Скоро мне не выздоровлю. Я побегу. Ты за день сделал больше, чем я за 9 месяцев. За своего министерского портфеля. Привет, ребята. Меня зовут Саша. Я дизайнер. Мне 29. Я живую работу в Лос-Анджелесе. В 16 я бросил учебу и начал зарабатывать дизайном. Как это часто бывает, деньги я тратил на развлечения. Так я обзавелся целой кучей вредных привычек. Выкуривал пачку сигарет в день. Не ограничивал себя в еде. Американец, 100%. Любил выпить, мало двигался. Много работал. В 25 я неплохо зарабатывал, но был в ужасной форме. Тогда я понял, что надо что-то менять. Первым делом я бросил курить. Где-то в это же время Андрей запустил свой канал. Я помню, что меня зацепило название «Бегущий банкир» и этот опыт. Мне предлагают поменять. С одной стороны, это история про освобождение. А с другой – про многогранность человека. Это было прямо в точку. Ведь в моей голове работа и спорт не были частями одного целого. Я думал, что работа – это причина, чтобы уставать и больше ничего не делать. Я был неправ. Андрей помог мне понять, что в жизни есть место как работе, так и тренировкам. В одном из выпусков Андрей рассказал, как после бега он переодевался в машине и ездил на встречи. Я думаю, что это очень круто. Для меня вот это совмещение и поиск баланса являются центральной и самой важной темой канала. По итогам прошлого года. Я тренировался 183 дня, полюбил бег, сделал первую сотку на велике, впервые пошел в бассейн. Сейчас выбираю первый старт в дуатлоне. Андрей, спасибо тебе за мотивацию и вдохновение. Класс. Я подумал, что спасибо, конечно, хорошо, но тоже за не положишь. Поэтому я вложил свое время в разработку креативной концепции для нового опенера. Твой канал изменился и трансформировался. Набрал 136 тысяч подписчиков. С помощью Валентины привлек женскую аудиторию. К основным темам спорта и бизнеса добавились семья, дети и лайфстайл. Это серьезное достижение, и я подумал, что опенеры должны их как-то отражать. В то же время я хотел сохранить тесную связь с тем, как все начиналось. Поэтому давай возьмем за основу оригинальный ролик, так как он просто супер, и посмотрим, что в нем можно было бы изменить. Для начала поговорим о движении. В кинематографе движение справа налево принято считать движением назад или в прошлое. Движение слева направо, наоборот, движением вперед и в будущее. Так как бегущий банкир это не сборник мемуаров, двигаться мы будем только вперед. Дальше поговорим о семье. Так как Валентина это новый герой канала, и у него теперь есть свои отдельные выпуски, думаю, первым делом стоит показать ее. Например, по ходу движения ты можешь встретить ее, бегущей с коляской. Дальше вы вдвоем догоняете детей. Таким образом, мы визуально, не говоря ни слова, расскажем о новых героях и темах канала. Теперь о подписчиках. 136 тысяч это много. Эти люди теперь тесно связаны с тобой, поэтому дальше ты начнешь встречать их по пути. Сначала это единичные бегуны, но их становится все больше и больше, пока не наберется целая толпа. Толпа продолжает бежать, и вот так вот все вместе вы пересекаете финишную черту. Круто, правда? Дай знать, что думаешь, мне очень интересно. Вот теперь точно, спасибо, пока. Всем привет, меня зовут Андрей. Мой вопрос. Что и почему? Мне кажется, что... Очень серьезный лиц. Смотря каждое ваше видео, меня мотивирует одно. Жажда. Вы постоянно пытаетесь побить даже свои рекорды. Ставите невероятные задачи, например, как на этот год. Это просто сумасшествие, но вы это сделали целый год заниматься и бегать каждый день. Это почти нереально. У вас есть жажда. Это все есть у меня. Поэтому я смотрю ваши видео. Одна маленькая тонкость. Вы сделали, а я нет. Есть такое, знаете, хочешь... Можешь и делаешь. А что, если ты не можешь? А что, если, как у меня, куча грыж, протрузии, подвоих четвертого шейного позвонка, варикозное расширение вен, и все это сразу? Ну, ты хочешь. Ты жаждешь. Когда просто смотришь. Хочу пробежать этой осенью, да, чуть-чуть через больше, чем полгода, марафон. Благодаря вам. Надеюсь, все получится. Буду стараться. Жажда. Жажда к победам. Она горит в глазах. Вот, что меня мотивирует. Так, сподивился видео с Андреем. Профессор. Профессор. Как он меня замотивировал. Ну, ты, на яка, знаешь все про всех. Это было приблизительно 2,5 года назад. Я подивился его видос про его лайфстайл. Ironman. Мне кажется, это был Лансерот. Такое количество людей. Все возбуждены. Все понимают, что сейчас будет врубиться в этом воде. Просто такое агрессивное состояние. Я зарядился. Мне сподобался его стиль життя. Я тогда... Зазвучит, что нужно, что нужно сделать. Я почал тогда бегать. В результате я пошел в клуб до Роми Короля, которого Андрей тогда рекомендовал. Сейчас уже покинул его. Прозвучил сегодня 2 года. Прошел 5,5. Один Ironman полный. Короче, Андрей меня зарядил на то, чтобы я... И что я смогу сделать это. И что это круто. Всем спорту. Всем привет. Привет, Андрей. Меня зовут Артем. И я знаю, чем ты мотивируешь других людей. Своим интересом к жизни. Ведь это не может не мотивировать. А у тебя огромнейший интерес к жизни. У меня вот огромнейший вот такой. От всего, что вокруг тебя происходит. Это и стало моей главной мотивацией. И я... Если бы рэпчик был, было бы круче. Как же идет тебе папина лимпоз? Мамин плащ 18 есть. Мала, идем со мной, и ты поймешь, что на самом деле тащит. Бросил себе вызов в виде челленджа длиной 365 дней. И это очень сильно уже изменило мою жизнь. Сегодня уже 155-й день подряд, как я бегаю. И это человек, который не бегал до этого слова вообще. Полумарафон. Марафон уже тысяча километров позади. И я от этого кайфую. А самое главное, что этим я промотивировал уже огромное количество людей. Вместе с этим видео я скинул ссылку на мой аккаунт в Страве, где можно посмотреть всю информацию о моем челлендже. И закончить хотелось бы твоими словами, которые стали для меня уже девизом по жизни. Моей мотивацией. Лень – это чужой внутри нас. Убейте его. Время – это жизнь. Жизнь – это движение. Двигайтесь, живите, покоряйте время. С уважением к сильным. А я побежал дальше. Андрей, здравствуй. Меня зовут Дарья. И я хочу поделиться с тобой невероятной историей о том, как год назад я посмотрела на твоем канале интервью с Дмитрием Тукшером. Много клиентов, когда они владеют своими вертолетами, которые прямо летают домой. И сразу же написала ему директ имейл о том, что я хочу с ним работать и хочу быть частью его команды. После чего я была приглашена на интервью. И оказавшись успешным кандидатом, я была приглашена на работу в LG FG Fashion House Business. И также в прошлом году я провежала свой самый первый полу-марафон, также в Литве. И отвечая на твой вопрос, я думаю, что ни твоя наглая морда, ни количество детей, ни то, что ты управлял банком, так сильно не вдохновляли меня, как твоя наглядная способность справляться с тяжелыми жизненными ситуациями и повседневным стрессом. И существует также два абсолютно неделимых параметра, которые меня цепляют. Про наглую морду просто в точку. И харизма. Спасибо за то, что ты делаешь. Я надеюсь, до встречи. Характер и харизма. Моя история такая. 26 числа, точнее 26 января, я посмотрел видео, как он держится один месяц, не пьет, бегает каждый день. Это меня очень мотивировало. Я подумал себе, вот если он может, то почему я не могу? Потому что у него столько было проблем в жизни, и он все равно подымался и вставал. Но лишний вес, мне он не нравился. И 26 числа я диету, я сажусь. И потом, вот уже сейчас я сижу на диете, и буквально вот два дня назад мне в ленте, в ютубе показало видео про жопный спорт. Я увидел, что такое реально, что такое жопный спорт. Это когда ты бегаешь просто, просто... попа была красивая. Попа была меньше. У меня как будто что-то в голове переключилось, и я подумал, что надо какой-то результат сделать. Все-таки много людей меня поменял. Друг мне бросает ссылку на черновицкий марафон, полумарафон. И я понимаю, что нужно подписываться. И я регистрируюсь, остается 12 недель, и я бегу. И теперь я уже достигаю цели. И это совсем другое ощущение. Это... У тебя уже нет отговорок. Вот сегодня я не пойду, или там сегодня устал, или... Ты уже идешь, потому что у тебя тренировка, потому что ты готовишься, ты готовишься к какому-то результату, который ты хочешь прийти. И это очень вдохновляет. Понял, что бегать нужно за тем, чтобы чувствовать себя счастливым от того, что у тебя есть цель. Спортивная, любая, какая хочешь. Очень позитивная. А он... Очень хорошо это показывает. Мне 23 года, я занимаюсь велоспортом. Мой первый шоссейник появился у меня в 18 лет. На несколько лет я просто... Вот это строчит. Даже не успеваю соображать все, что он говорит. ...то ездил, тренируясь несистемно. Потому что в моем сознании этого было достаточно. Это продолжалось до тех пор, пока я не увидел в твоем видео фразы про профессионалов, которые не любят любить тебя и за непрофессиональный подход. В этот момент меня перемкнуло. Я понял, что трачу много времени на тренировки, в то время как я могу структурировать это все и увеличить результат в несколько раз. Похоже на Белинюка, кстати. Но за дело, что я неэффективно использую свой самый ценный ресурс. Время. Второе, что я увидел в твоем видео, это фраза про то, что время на тренировки можно находить всегда. Я не хотел серьезно подходить к делу, потому что считал, что у меня не хватит на это времени. Но когда я услышал, что такой занятой человек, как ты, может тратить по 2-3 часа в день на тренировки, меня задело это. Я подумал, чем я хуже. Я понял, что человек находит время для всего, что он хочет. Старался сделать все за одну минуту. Третьим, это было то, что я всегда считал свою лень своей персональной проблемой. В какой-то момент мне хотелось принять это как данность. Но когда я услышал, что это зверсть, с которой ты каждый день борешься, я понял, что это проблема всех людей. И начал это искоренять в себе каждый день. И каждый час. Как результат, я, будучи любителем, по основному роду деятельности я юрист, на последнем чемпионате Украины по велотреку, по профикам, вошел в десятку. Я спринтом занимаюсь. За последний год я бросил курить и потерял 15 килограмм. Спасибо. Здравствуйте, Андрей. Меня тоже зовут Андрей. Мне 26 лет. И я люблю бегать. И еще я 10-й раз записываю это видео. Пытаюсь ложиться в одну минуту. О мотивации в ваших роликах. Все каналы об успешных людях, о мотивации начинаются как-то так. Привет, я здоровый спортсмен, я миллионер, я расскажу вам, как это делается. У вас началось все по-другому. Привет, меня зовут Андрей, я бегаю и я просрал банк. Ну, то есть, это зацепило, первое. Второе, что... Человек, который может рассказать о том, что можно обосраться на марафоне, не стесняясь. Человек, который говорит, что можно вазелином намазать яйца, чтобы не натирало, блин. Рассказывайте о проблемах в семье, с сыном, может быть, женой и так далее. О каких-то мелочах, с которыми сталкивается каждый из нас, каждый человек с плоти и крови, который смотрит ваше видео. Но в то же время, на контрасте, вы человек, который рассказывает, как можно достигнуть крутых результатов в спорте, у которого красивая жена, большая семья, красивый дом и так далее. Но всего этого любой из нас, который смотрит это видео, хочет, может и планирует достигнуть в течение 2-3-5 лет. Вы достижимая цель для большинства из нас. Соседний участок продается. Привет, анистрат. Ого! Сиси, знаешь, так привет, анистраты. А краса сиси закрыла. То, чем ты меня мотивировал, так это тем, как ты умеешь контрационально обращаться со своим временем. И при наличии того, что у тебя есть большая крутая семья, свое дело и куча проблем с законодательством, ты стылаешь делать крутые тренировки, у меня есть проблемы с конкретными дегенерациями. Участвовать в соревнованиях и еще... С законодательством я полностью... с дивана, чтобы пробежать свой первый марафон. С прокурорскими, с ментами. И при всем этом ты приблизил меня к тому, чтобы я научилась еще лучше считать свое время. Лучше было бы раздеться. Знаешь, это было бы оригинально. С этой помощью я приблизилась к своей цели прекрасно показать себя наполовинкой Айронмена этим летом в Эстонии. Спасибо тебе, чувак. Здравствуй, меня зовут Дима. Я занимаюсь велоспортом и еще с прошлого года я смотрю твои видео. Они очень мотивирующие и они меня всегда сподвигают на то, чтобы дальше заниматься велоспортом. Потому что ты показываешь на своем примере, что все цели достижимы и что спорт делает нас лучше. После просмотра видео Tour de France «Путь к успеху» ловят нашего португальца, который пришел к нам в команду. Через три месяца его на допинг ловят. Для нас это был просто шок. Это видео меня очень мотивировало. И я решил более упорно заниматься велоспортом. В начале этого года я поставил себе цель. 7 апреля проехать 100 километров за 3 часа на велосипеде. Я начал заниматься упорно в спортзале, так как на велосипеде на улицу сейчас не выйдешь. К концу месяца у меня начала пропадать мотивация. Я посмотрел твое видео, как бегать каждый день, и мотивация взросла кверху. Поэтому спасибо большое за твою работу и за твои видео. Что бегать хотел давно, не было сумнивов на то. Но побегти первый раз я решил, почувши вас. Точнее Ирочку Галай, чтобы в горы дерлась, а мов рай. Пробегла паня Марафон. А я начинал с двух км. Лид Магнит. И что вы думаете? Нет. Не видав все назад, что клав у шлунок. Хоч був рад, что сейчас просто пробежу, и что здоровье збережу. Закинув біг на рік, это точно. А потім відновил наочно. Перебіг 6к за 25. Не было счастья, где девать. Потім заїхав на Найтфест. Девятым я пробіг той тест. Все літо бігав, не здавався, до половинки готувався. Візеєр вибіг з двох годин. Точнее без пяти хвилин. У Межигір'ї не пас задніх. На Йолі біг малий забіг. Отак не полишає брата. Заряд на біг від Доністрата. Харизма тренера і його власний приклад. Саме ці фактори дають мотивацію, яка успіхом буде в якоїсь справи. Саме тому я дивлюсь канал «Бігучий банкер». Добре. А чого ти знімаєш відео в басейні? Це канал про біг. Потім, що я не пробіг жодну марафону, я двічі витувався, двічі травма, і справа відкладалася. А в 2018-му побачив канал «Бігучий банкер», який мене мотивував поставити чітку ціль. В 2018-му зробити марафон. Ціль поставлена, почав готуватися, за два місяці вже бігав 10 км за 41 хвилину. І тут знову травма. І що робити? Відпласти ціль? Ні, я ж поробіцяв собі. І я вирішив пропливти марафону. Пролям, в озері. Почав готуватися, за чотири тижні був готовий. І 21 вересня за 11 годин без природного плавання я впроплив в марафон. Дивіться канал «Бігучий банкер», мотивуйтеся і робіть свої марафони. Привіт, привіт, бігучий банкер. Мене згадує Максим, я з місьотеччина Вінницькій області. Записую тобі відео, чим ти мене змотивував. Ти мотивуєш мене тим, що ти просто береш і робиш свою справу. Береш і робиш. Просто постав собі членж бігати цілий рік. Я вірю, що в тебе це вийде. Не пити алкоголю. Я також його вже не п'ю цілий 18-й рік, вже більше року. Сьогодні я прибіг в свою першу десятку в цьому році. Це був на неї шлях 2-3 місяці, оскільки в 18-му році у мене була сильна депресія. Я в 8 місяців сидів вдома, навіть не виходив з дому, не бігав. Потім я почав бігати, трохи були у мене проблеми з серцем. Але зараз все нормально, я починав бігати. Не виходив з дому, не знаєш. В 18-му році в 18-му році буквально по пів кругу, по 100 метрів з передишками. А зараз я сьогодні прибіг першу десятку. Причому в непоганому темпі 4.30. Скрін страви я тобі предлагаю. В 16-му році я бігав на пів марафону, я один раз пробіг тридцятку. Марафон тоді я не завершив, і зараз готуюсь до марафону. Тому дякую тобі за твоє відео. Мені дуже сподобалось твоє відео в 16-му році, як ти бігав марафони по Європі і по світу. Що я, я? Що я даме? Що я даме? Що я? Що я даме? Ага, окей. В принципі, ну такий, найбільшій починаючий марафон. Ще раз дякую за те, що ти робиш діло, а не просто тріпеш і потріпаєш язиком. Тобі привіт з міста Тупчина, Вінницької області. Надіюсь на перемогу в конкурсі. Для мене мотивація від Андрія Аністрата полягає в тому, що пацан приблизно такого віку, як я, підняв місце, на якому всі сидять, і почав щось робити. І тим самим досяг повній посор. Отвіт на питання, чому мене мотивував Андрій Аністрат? Начну з того, що хороший пример заразительний. Заразительний в спорте, в семьі, виспитання дітей, в силі преодолевать трудности, як би не було зложно. Лично для мене саме головне, я вам подчеркуваю, саме головне, це визвати желання діювати. Діювати і менію. Меніювати себе. Бері і діло, як цього, бренд. Так, для інших. Тому що Аністрат – мотиватор яркій житті. Мені замотивувало. Все відео мотивують, всі я дивлююю. Душмар. А що в цьому році, я в январі замотивувало, це мама з коляською на треніровці. Є категоріа мужчин, у котрих задніше більше, ніж у дівчин. Це просто кошмар какой-то. Це супер. Я побіжав до цього два дні, але у мене на третій день, я вже встал. Ну, коли я посмотрел маму з коляською, я кажу, ну все, сегодня я побігу. А сегодня, завтра, у мене трудний день, я решил не біжати. Ну, коли я посмотрел вот этот выпуск 105-й з банкиром сегодняшній, что, как тренироваться или что-то в этом роде? Нам мешает наша неорганизованность, алкоголь. И нам мешает оттягивання тренировки в конец дня. Все, я выбігаю, опять все, я побіжав, все. Способ. Ні можу не біжати. Мотивує то, що ви любите ставити амбициозні цели. Монарч. І це, власне, находит відклик і в моїй голові, тому що я теж люблю ставити амбициозні цели. І, наприклад, вперше, я наткнувся на ваш канал в начале апреля року року. Посмотрел цикл видео про Ironman. Your first Ironman, по-моєму, так і называется. Потім Bike Course. Собственно, тож можна укрупнить цю ситуацію. Увидеть, як проходит дистанція для велосипеда на цюрихском Ironman. І мене це так смотивувало, що на следующее утро я просто взял і пробіжав марафон. За 5 часів ровно. Це рівень. Кінечно, плахой, але учитывая то, що я не займався вообще... Щось ній смотрю, і потім пробіжав марафон. І що я, в принципі, добіжав. Для мене лично це, ну... Бо достатньо сложно. І після того я решил, що... Наверно, потрібно... Наверно, потрібно, так сказати, продовжувати займатися бігом. Але після того, як я пробіжав марафон, я продолжав тренировки, практично ежедневні. До тих пор, поки осенью я... Не повредил себе позвоночник, прыгаю на велосипеде. Есть така дисципліна, називається дерджампинг. Ну, це як мотокросс, тільки на велосипеді, не суть. В общем, я повредил позвоночник, не мог ходити в це время. І вот... Буквально недавно я наткнулся опять на ваше видео, в котором вы рассказывали о том, что в этом году вы, собственно, собираетесь не пропустить ни одной тренировки. Ну, и, в общем, вот этот челлендж. І, опять же, меня это смотивировало на восстановлення тренировок. Якщо ви говорили, що якщо вам скучно бігателному, бігайте з кем-то. Вот. Звсех напарників, с которими я бігав, саме лучші і виносливі. І вот він. Спасиба за те, що ви робите. Це, ну, дійсно, не зря. Це многим полезно, многим помогає. Ізвиняю, що рацінуто. Я не умею говорити на камеру, ніколи этого не делав. До свидання. Привет, Андрей. Мя звук Олександр. Мене буде 47 лет в апреле. Я о цьому каналі узнал через видео о Хартмані, о Таруті. Мені вони дуже подобаються. Дівшки такі красиві. У кожного мужика на Україні є... В Україні? У кожного мужика в Україні є красива дівшка. По определінню. Даже якщо нічого не робить. После цього я почав постоянно смотреть твої відео і заінтересовався бігом. І почав сам понемногу бігати, але безсистемно і достатньо редко. Але потім мені так понравилось, в конце конців, що я рішив себе мотивувати і зарегіструвався на марафоні в Гамбурге. Після цього я почав тренуватися регулярно. Начав я 31 января цього року. І ось цього я пробіжав вже половинку марафона. За 2 часа 15 минут. Ну, достатньо медленно, але для начала я вважаю, що нормально. Дякую тебе за мотивацію. І всього тебе хорошого. Подивіться, яка краса. Зазвичайся. Якби не Андрій Оністрат, я би не бачив цієї краси. Місто Тернопіль, Тернопільське озеро. Доброго дня. Я себе завжди почуваю бадьорим, енергійним, життєрадісним. Я щаслива людина. Бігаю вже майже 5 років. Все завдяки Андрію Оністрату. Сподіваюся, ми колись проведемо тут. В Тернополі. Айронмен Тернопіль. Я вірю в це. Всім бажаю добра. Андрію бажаю удачі в виконанні задуманні. Олександр, Тернопіль Раннін Клаб. Дякую. Так, привет. Андрій Оністрат, бігучий вампір. Мені з вами Олтман. Я з Мароккою. Я учусь в Україні. Я почав бігати за твоїй відео. Тому що ти мені вдохнувляй. Тому що я зрозуміла, що... Тому що я зрозуміла, що успіх... Можна бути успішним на роботі. І з здоров'ем, і зі своєю сім'єю. Це... І за тобі, і за мої перші відео, які ти відбуваєш на Ютубі. Я все еще смотрю, вдохнувляюсь. І я дуже хочу віграти великі. Щоб підготуватися. На бігучий вам банкира підписався давно, коли я тільки увекся бігом. Не було целей каких-то по дистанціям. Цель була просто бігать для здоров'я. Не більше того. Значально привлекло качество контента, доступність, регулярність выпусків. Наверное, і то, що коли-то сам був зв'язаний з банковською сферою. Андрей показав себе обычним чоловіком, який не пробігає марафон просто після обеду. У нього теж є свої проблеми, теж не хватає времени, теж є сем'я. Ність якогось особої спортивної підготовки. І раз у нього получится, а чому не получится у мене? У нього вигляді нету спортивної підготовки. Ністані не здаватися. Многі сталкивались ще з тим, що нужен товариш, який буде регулярно підталкивати. Таким товаришем стал для мене Андрей, який регулярними выпусками как бы подталкивал не забрасывать це дело. Наверное, це є основна моя мотивація. Основна цель, естественно, була достигнута. Здоров'я стало краще. Коли починав, не мог пробіжати і пари кілометрів. Уже давно позади і 5 кілометрів, і 10 кілометрів. Тепер цей марафон. Пришло сознання того, що нет недостижимих целей. Коли десятка казалась чим-то немыслимым абсолютно. Єсть только моя лень і жопа, прилипшая к дивану. Можна добиться всього. Главне захотеть і пахать, пахать, пахать. Появився вообще інтерес к спорту. Многі, хто бегає, можуть мені понять, що стреса нет. Стало просто спокійні, думати стало проще. Голова стала чище. Це того стоило. Анистрат, привет. Здарова. Ти задававав вопрос по поводу мотивации. Тобто, як і чим ти мотивируєш людей? Я розкажу, як конкретно мотивируєш ти мене. На ліжах, дуже. Знаєш, я лежу на диване, дивані, дивані. Человек богатий. Йе є діньгі. При цьому, не лежить на дивані. А при цьому, ще й бегає, і плавання, триатлон, айронмен. Ось цьому мене просто стало. Містало стыдно. Я себе як палку йдував сказав. Ну-ка, давай, вставай, скотина. Ну, не скотина, конечно. Ну, що ти в цьому виробі. Як тебе не стыдно. Давай, вставай, швидко на пробежку. І ось так ось, зімаєш твоїх роликів, я побіжав. І навіть на ліжах катаюсь. Привіт, це дуже легке. Мотивація в тому, що я коли побачив твій вік, твою кількість дітей, твій вид діяльності, і те, скільки разів ти зробив айронмен, скільки разів ти пробіг марафон, мені здається, це максимально має мотивувати людей, що в спорту немає віку. І люди мають продовжувати, не дивлячись на які, 42, 50, 70. Здравствуйте, мене звати Юлія. Здравствуйте. Що мене зацепило в Андрюше, в Вале, і що злочилося з мотиватором, це ваша обычна життя, в якій ви показуєте, що все можна, все доступно. Главне – желання і собственні действия, які приведуть к якому-то результату. Не бывает сладкої конфети чи какой-то магічної волшебної палочки, яка приведет вас в хорошу спортивну форму, і ви будете красавцями. Поэтому, що це змінило в мене? Пересмотрела свою життя, змінила питання в семьі, почала займатися спортом. Цель – це зараз набіжати до тренування 10 км, научитися пробивати. І таким образом свою семью замотивувати, займатися тоже на своєм личному примері, як ви для мене показали, показати, що все реально, нічого нет невозможного, все в наших руках. Це найголовній мотиватор в нашій житті. Возьми, бери і делай. Все. Спасибо вам большое, що ви є. Буду продолжати дальше с вами дружити через YouTube. Друзі, сьогодні був второй блок конкурсантов на претендентів на велосипед BMC. Надеюсь, вам все понравились. Прошу вас внизу в комментариях проголосовать за лучшого кандидата. Ещё буде третий блок, последний, завершающий в следующую пятницу. Соответственно, я прощаюсь с вами до следующей пятницы. Не забывайте голосовать за тех, кому бы вы отдали свой голос в конкурсе за мотивацию от Андрея Анистрад. Всем пока!